Ежемесячно проводить мероприятия с приглашением специалистов служб системы профилактики. Второе. Проводить обследование территории, прилежащей к микрорайону школы, с целью выявления и устранения надписей наркотического содержания. Третье. Проводить мониторинг наличия торговых предприятий, осуществляющих продажи алкогольной или табачной продукции, обучающихся вблизи образовательных организаций на нарушение действующего законодательства. Нарколог детской городской больницы рассказала, что за три месяца текущего года специалисты наркологического кабинета провели с подростками 8 лекций, 16 кинолекториев и 3 профилактические акции. Эта работа проводится как на территории города, так и в сельских округах. Также ведется постоянный мониторинг среди студентов и школьников образовательных учреждений. Наркологическим кабинетом с 18 декабря 2017 года запланированы и проводятся профилактические медицинские осмотры, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования города-курорта Анапа в целях раннего выявления медикаментозного потребления наркотических и психокрупных вещей. Всего запланировано 775 человек. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе Ольга Кузьменко уведомила, что по итогам двух месяцев на территории города-курорта не совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с участием подростков. Не допущено преступлений, совершенных несовершеннолетними, в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Эта деятельность проводится системно, а все замечания, выявляемые в процессе мониторинга штабами воспитательной работы, оперативно устраняются. Екатерина Боровская подчеркнула, что эта профилактическая работа должна быть комплексной и межведомственной.